всем привет сегодня мы кварта биры ребята из первой варки в гостях у пивзавода 77 добро пожаловать давайте я вам все покажу здесь добрый день меня зовут владимир я шеф пивовар пивзавод 77 сегодня вам кратенько расскажу о нас немного о том как рождается пиво в наших стенах мы совсем молодая пивоварня делали первую варку в ноябре 2016 года первоначально это была небольшая линейка из 3 4 сортов сейчас сортов уже 8 и мы продолжаем работать над этим делаем контрактные варки и коллаборации мы находимся также на пивзавод 77 и сегодня здесь вот такая вот замечательная компания ребят которые пришли сегодня посетить экскурсию на этой пивоварне вот и пока они занимаются тем что дегустируют пиво вот пока они дегустируют пиво мы их подловили на этом и хотим задать несколько вопросов вот александр он пьет пшеничное пиво пиво александр давайте рассказывайте ну значит и всего что пока попробовал мне больше всего понравилось пшеничное пиво очень чувствуется что пиво вот-вот с бочки свежие что это не какой-нибудь там пострелизированным приятный вкус запах такому в общем все ярко выраженные качества свежего пшеничного пива очень понравилось очень хорошо спасибо александр как вам пена оцените пену смотрите какая она плотная и кремовая так и есть сказать нечего и пена плотная пиво классная спасибо большое александр придерживаемся всегда классического подхода к пиву считаем что пик должно быть всего четыре компонента это вода солод мель и дрожжи и если говорить о воде то первоначально были мысли о том что нужно использовать завозную воду и так далее но сделав анализы московской городской воды мы решили что в принципе вода сама по себе входящая неплохая используем мы сейчас станцию водоподготовки от фирмы барьер которая помогает нам сделать многоэтапную очистку воды это фильтры грубой очистки тонкой очистки обезжележивания микроэлементы в башне с его надменными смолами и умягчение воды линия промышленная прокачивает 5 тонн в час считаете ли вы что бывают какие-то чисто женские или чисто мужские сорта пива ну мне кажется в чистом виде вряд ли есть может быть какие-то сорта которые скорее всего чаще девочки берут чем парни потому что ну там чтобы сладенькая фруктовенькая ягодная но девочки обычно вот любят такие я не знаю крик и прочее вот из таких соображений а так насмотревшись на своих уже на экскурсиях сколько было людей я вижу очень широкую как бы сферу интересов у девочек есть прям категория которые любят горькие например сорта что очень необычно не все ребята могут там некоторые сорта пить которые девочки прям такой ой дайте мне по горшу что-то у вас да и ребята иногда тоже вишневая в принципе заказывают ну да я например сладкоежка тоже сладенькое люблю основа любого рецепта пива это солодовый засыпь почему все так не просто ну как бы взяли солод засыпали и потом сварили получилось пиво дело в том что от того какой мы солод используем сколько мы его используем зависит какой будет тело самого пива то есть вот этот сам хлебный вкус то что называют пивовары и любители пива телом пива он составной и пивовар всегда в рецепте считает какой процент какого типа солода использовать в зависимости от того какой объем варочного порядка и в зависим в зависимости от того какой мы хотим получить результат естественно есть очень большой выбор из того какие солоды вообще присутствуют база любого пива светлый солод пульзейнского типа для или чаще используют солод вида пейл эль так называемый солод некоторые пивовары пользуются только-только светлым пульзейнском это основа любого пива из этого солода получаются основные сахара и белки которые вывариваются в процессе варки вот тот самый экстракт с вами гоша гриф проект первая варка пивоварни биорбрю и сегодня по жеребию мне досталось пиво от пивоварни пивзавод 77 и это их стал пена достаточно густая достаточно плотная в нем присутствует почему-то не понимаю почему в нем присутствует ржаной привкус хотя при беседе с пивоваром мы выяснили что ржи нет аромат стал отный вкус очень напоминает гиннес если бы не было ржаного вот этого привкуса это было прям очень похоже гиннес был хэван вот на дроу стал ты мне мне это очень очень похоже в общем вполне обычная все в меру на мой взгляд запах я пустым бокалом недавно ходил в котором был этот стал ты просто нюхал нюхала потому что превосходный запах я очень рад что мне достался на обзор именно вот этот вот напиток от пивоварни пивзавод 77 вот то самое место где встречается вода и солод называется заторно-сословарочный котел и здесь происходит первоначальное перемешивание дробленого солода с подогретой до нужной температуры воды получается некая густая масса которая называется затор а процесс который впоследствии происходит называется затирание проходит температурная ступенчатая обработка этого затора после того как она завершена нам уже необходимо отделить то что не растворилась в воде сухие вещества и для этого используется фильтр чан все управление у нас происходит с помощью вот такого пульта в котором можно на сенсорном экране управлять электро пневматическими клапанами позволяющими перекачивать сусло или затор в зависимости от того какая стадия из одного танка в другой как вы позиционируете вообще свою пивоварню с точки зрения вот современных тенденций там появление крафтовых пивоварен каждый что-то свое понимает под этим словом я знаю много пивоваров очень ну как бы известных до знаковых пивоваров у нас там я не знаю саша лютый там которые вообще не любят это слово и считают что она ругательное какое-то почему мы называем крафтом просто нормально хорошо сваренное пиво там или или напротив сваренная классический классический какой-то сорт ну нет это микро если посмотреть на появление до слова самого то это как-то со стороны америки пошла волна и там есть совершенно четкое понятие что является крафтом крафтом является все пиво сваренное в определенных объемах просто даже больше пивоварня крафтовой или нет то есть я сейчас не помню конкретные цифры но смысл такой что это небольшие пиво сваренное в небольших пивоварнях лимитированными сериями либо там это и постоянный сорт может быть так далее просто это определенный объем у нас уже как-то все это трансформировалось в таком виде что если это какой-то необычный сорт который не может невозможно купить там просто бутылки в магазине от крупных производителей то это крафт если там много хмели она горько и пить невозможно дает крафт вот я считаю что с этой точки зрения у нас скорее просто честная пивоварня то есть мы стараемся варить качественное пиво которое самим можно пить не стыдно друзьям дать и можно продавать у себя в баре который скоро откроется и в общем-то спокойно выходить на рынок фильтр чан специальное устройство вода в которой растворились уже сухие вещества проходя через толщу шелухи она уже чистом виде назад в словарочный котел перекачивается и после этого начинается процесс кипячения то что люди подразумевают подвар сусло кипятится час-полтора в зависимости от того какой сорт выбран и добавляется хмель добавляет он пиво горечь и добавляет ароматику нам для того чтобы нормальный режим и брожения выйти нужно либо до там в районе 12 градусов охладитесь низовые дрожжи либо 18 там 19 градусов если это верховые дрожжи мы для охлаждения используем проточный охладитель теплообменник так называемый и отдельный бак ледяной воды таким образом мы получаем нужную температуру сусло уже непосредственно можем начать задавать дрожжи и процесс брожения который сейчас посмотрим дальше пройдем цех брожения всем привет с вами ваня из квартабир и мы продолжаем цикл дегустации из пивзавода 77 что же мне по жребию сегодня достался редель я его сегодня даже ничего не пил ни разу поэтому не знаю чего ожидать во всех сортах пивзавод 77 очень кремовая пена редель принципе да это в стиле по цвету не такой янтарный вот в этом бокале этот цвет раскрывается прям в полной мере вот ну и пенка у меня уже немного сошла хотя была такая достаточно очень обильная стойкая ну солодовый профиль да есть есть небольшой хмелевой профиль но что-то более разобрать я пока не могу да давайте пробовать присутствует хмелевая горчинка до которая так накатывает накатывает причем не сразу накатывает накатывает спустя наверное секунду полторы то есть да сначала делая глоток мы наблюдаем солодовый профиль такую сладость солодовую вот после чего нам так случится горечь говорит что все-таки это хмеленный стиль пива в принципе да это достойно ребята нам говорили что будут двигать еще пока не знаю да в сторону масс-маркета или крафта двигать но если это какой-то баланс между то это 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 неплохо да это питка и это в принципе достойно вот так можно сказать спасибо большое с вами был ваня спарта мир мы с вами переместились всех брожения вы видите здесь танки в которых происходит рождение уже пиво то есть если варочный порядок это рождение сусла здесь уже появляется пиво потому что тут попадают дрожжи сусла и они начинают свою жизнедеятельность вы видите что у нас танки все имеют форму цилиндра с конусом внизу так называемый цилиндрической конические танки цк т здесь также у нас есть пульт управление это дубль пульта которые вы видели наверху у нас в варочной с этого пульта происходит управление температурными режимами цк т мы задаем дрожжи и неделю происходит основное брожение после недели брожения у меня идет неделя охлаждения охлаждение тоже делается плавное захолаживание обычно до 2 1 градусов по цельсию и после того как охладилась мы дрожжи снимаем для этого как раз нужен вот этот конус снизу потому что в конусе оседают дрожжи из-за низкой температуры они засыпают впадают такое состояние анабиоза после того как это сделано обязательно нужно дображивание это в районе двух недель конечно сроки условные в зависимости от того какой какой сорт какие дрожжи и так далее используется но целом получается что у нас с момента варки и до момента когда пиво можно ну скажем так она в потребительском такому же состоянии можно продавать это месяц то есть четыре недели недели брожения неделя охлаждения две недели добража вот олег у него стаут у меня тоже стал олег давайте давайте сначала на аромат аромат ничем не нравится вам мне напоминает такие небольшие кофейные ноты дает но это вы прочитали описание от нее честно читал ставите пена должна стоять но в принципе конечно не единость но для россии очень достойно достойно есть жены жены и солода очень чувствуется такие на пи на первом плане жены и монетку не будем класть зачем на ставке монетка лежит 10 копеек ну что подвижит какой итог подведете я такой купил купили вы да ну и финальная часть нашего производства это цех розлива откуда пиво попадает уже к потребителям здесь у нас есть танки для разлива фарфасы так называемые также здесь мы разливаем в кеги и пиво бутылки все происходит здесь есть специальная кега мойка которая делает полную санитацию кеги перед тем как в нее развивать пиво и здесь мы завершаем нашу экскурсию здесь у нас начинается дегустация приглашаю всех к нам на пивоварню а а а а а а а